Привет, мой дорогой зритель! Уступила долгожданная весна, природа оттаила от суровых зимних дней и приготовилась к новому витку жизни на планете Земля. На майских праздниках наша семья самоизолировалась на дачном участке, а так как мои мураши остались дома, а желание понаблюдать за бурной деятельностью весной только обостряется, было принято решение навестить муравейник, который находится вблизи участка. А именно, большой дом рыжих лесных муравьев. Вы только посмотрите на это движение, складывается впечатление, что это один большой организм, который не останавливается ни на секунду. Кто-то тащит добычу, кто-то палочку. Каждый муравей занят делом и не собирается сонно шататься и сходить с ума от лени. Многие думают, что эти муравьи опасны и при первом же моменте будут неистово атаковать любого, кто посигнул на их территорию. Возможно, в микромире так и есть, но не с людьми. Я провел рядом с ними порядка трех часов, и они ко мне проявили только любопытство. И никакой агрессии в мою сторону. А как только я покинул их территорию, и они перестали интересоваться мной. В жизни леса они очень полезны. Они местные санитары. Мураши избавляют деревья от вредителей, улучшают почву и расселяют семена лесных растений. А гнезда муравьев служат прибежищем сотням видов мирмегафильменных организмов. В медицине рыжие лесные муравьи используются как лекарственное средство животного происхождения. Сухих и живых муравьев используют для приготовления медицинских препаратов. Муравьиного спирта и настойки при лечении суставов. А теперь давайте понаблюдаем за реакцией мурашей на еду, которую я принес с собой. Сегодня не будет какой-то адской химии. Хочется сравнить реакции различных видов на один и тот же продукт. Вначале мне было интересно, будет ли куриный желток также безумно востребован у этого вида, как у моих домашних муравьев. Рыжие муравьи крайне любопытны. И как только я сделал попытку положить желток, они уже проявили интерес. А сама реакция была по шкале от 1 до 10 на пятерку. Я ожидал, что эта масса поглотит желток и расщепит на мелкие кусочки за считанные минуты. Но, как говорится, ваши ожидания остаются вашими ожиданиями, а действительность, она другая. Так что желток для них съедобен, но однозначно не лакомство. А вот на второе было сладенькое зеленое яблоко. Небольшой кусок, а какая была реакция? По шкале настоящая десятка. Вы только поглядите, с каким азартом они накинулись. Навалились веселой толпой. Количество мурашей, которые хотят попить сок, откусить кусочек и отнести в свое логово, прибавлялось с каждой минутой. Давайте просто понаблюдаем за этими действиями. Дальше было решено дать что-то живое. Поиски вблизи муравейника увенчались находкой личинки, которая аккуратно сидела под камнем. Личинка явно была готова защищать себя до конца, вела себя крайне агрессивно ко мне. Пыталась укусить за палец, пока я ее нес к муравейнику. На ощупь была гладкой и твердой. Уже на этом этапе у меня появились сомнения по поводу выбора жертвы. Яблоко я использовал как арену, чтобы отделить общий поток муравьев и видеть, что происходит с личинкой. По времени все противостояние продлилось около одной минуты. Муравьи не смогли остановить, и она тихо и спокойно уползла с яблока и пропала в одной из нор муравейника. Я так и не смог определить, что это была за личинка. Если среди зрителей есть знатоки, напишите, пожалуйста, название в комментариях. Следующая жертва была выбрана по остаточному принципу. На охотке все под тем же камнем. Это был червяк. И, конечно, сразу было понятно, что шансов было мало. Но вдруг у них есть какая-то внутренняя договоренность между видами, и они не будут его трогать. После помещения на платформу, червяк был атакован и молниеносно обездвижен. У него не было никакой возможности к дальнейшему передвижению, и в конечном итоге они его утащили внутрь своего муравейника, откуда он уже не выберется никогда. Во время моих экспериментов с едой меня решил навестить мотылёк. Было совершенно непонятно, откуда он взялся, но он упал аккуратно вблизи меня, и его лихо оседлал мураш. Вцепился в него своими мандибулами, не давая тем самым оттолкнуться и взлететь. Другие мураши пришли ему на помощь, кто прыгнул на крыло, кто вцепился в брюшко, и все дружно начали грызть. После непродолжительной потасовки мотылька скрутили и отнесли в самое чрево логово. И напоследок кусочек сливочного масла. И в очередной раз мы видим, что мураши держатся от него на расстоянии. Конечно, были смельчаки, которые пытались подойти ближе и даже попробовать на зубок. Что-то есть опасное для мурашей в составе масла. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Давайте обсудим. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, а у меня на этом все. Ставьте эксперименты, изучайте Вселенную и не болейте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok